РБК Продолжение следует... В 2022 году больницам направят еще 370 миллионов рублей, но вот Сибайскому медучреждению дополнительно выделят 67 миллионов на закупку кислородных станций. Как сообщал РБК Уфа ранее, стоимость возведения инфекционных центров в Сибае и Туймазах оценили в 2,5 миллиарда рублей. Первый камень строительства медучреждений планируют заложить уже 11 декабря, а в январе 2022 года ввести объекты в эксплуатацию. В Башкортостане из-за узелкового дерматита коров ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух поселках Баймакского района и города Сибай. Соответствующие изменения в указ о карантине внес Ради Хабиров. Теперь режим ЧС действует не только в первом Туркменево, но и во втором Туркменево, а также деревне Туя-Ляс. На этих территориях запрещается ввозить и вывозить корм, сам скот, молоко и другое сырье, полученное от больных животных. Коровам с подозрением на узелковый дерматит допускаются только ветеринары. Также здесь вакцинируют 17 тысяч голов крупного и мелкого скота. Эти очаги тоже точечно ликвидированы, дезинфекция там проведена. Ведется ежедневный мониторинг в близлежащих населенных пунктах. В принципе, сегодня уже практически больше недели, как мы начали вакцинацию, то есть начинает формироваться иммунитет. И вот уже пятые сутки не поступают новых сообщений о выявлении клинических признаков. То есть мы можем уже начинать говорить о том, что вакцина начинает работать и иммунитет у животных начинает сформироваться. Напомню, ранее в Минсельхозе Республики сообщали о том, что предприятиям, фермерским и личным подсобным хозяйством, пострадавшим от птичьего гриппа и узелкового дерматита, выплатят порядка 120 миллионов рублей. Для этого власти Республики обратятся в резервный фонд. К национальному проекту «Производительность труда» в Башкортостане присоединились еще две компании – «Бирский комбинат молочных продуктов» и «Капман». Теперь количество участников составляет 123 компаний. Предприятия, включенные в нацпроект, имеют возможность бесплатно пользоваться поддержкой экспертов в сфере производительности труда при оптимизации процессов. Например, ограниченное количество перекуров или внедряет цифровое управление вместо ручного. Предусмотрено подспорье в виде льготного займа Федерального фонда развития промышленности от 50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Еще одним инструментом поддержки для предприятия является содействие в развитии их экспортного потенциала, в том числе по программе «Экспортный акселератор». Во-первых, конечно же, это результаты деятельности самого предприятия. Это бережливое производство, это экономия, это, конечно же, правильное использование финансовых результатов и получение нужного результата для предприятия. Это, конечно же, конкурентоспособность предприятия в целом. И, конечно же, минимизация своих издержек и получение большей прибыли для предприятия. Ну и, конечно же, меры государственной поддержки, которые даются участниками этого проекта и по линии республиканского бюджета, республиканской экономики, ну и, конечно, федеральные меры поддержки. Отмечу, стать участниками национального проекта могут предприятия с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Кроме этого, компания должна входить в состав пяти базовых несыривых отраслей экономики, среди которых обрабатывающие производство сельское хозяйство, транспорт, строительство и ЖКХ. В Башкортостане впервые прошел антикоррупционный диктант. В нем приняли участие более 30 государственных и муниципальных служащих. События приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией. Диктант включал в себя 40 заданий, на прохождение которых участнику давалось полчаса. При этом в списке были как общие вопросы по антикоррупционному законодательству, так и моделирующие практические ситуации, с помощью которых участник смог проверить свою компетентность в сфере противодействия коррупции. В связи с тем, что мы также проводим работу на нашей работе по данному направлению, мы также можем своих государственных служащих знакомить с подобными вариантами тестирования. То есть проводить на работе подобные мероприятия, а также работать с нашими подведомственными организациями в этом направлении. Разработчиками вопросов диктант являются специалисты Департамента региональной безопасности противодействия коррупции Москвы, Академии имени Кутафина и Ранхикс. Прежде всего диктант проводится в просветительских и образовательных целях. Реализуя отдельные положения национального плана по противодействию коррупции, проект направлен именно на предоставление гражданам возможности оценить уровень своих знаний и повысить уровень грамотности в области противодействия коррупции. Напомню, 9 декабря 2020 года прошел первый всероссийский антикоррупционный диктант, в нем приняло участие 10 тысяч человек. В среднем участники смогли ответить на половину вопросов, при этом наиболее затруднительными для них оказались вопросы, связанные с противодействием коррупции в частном секторе. С ними справились лишь 26% участников. На этом наш выпуск подошел к концу, оставайтесь на РБК.